Самый большой дворец династии Романовых за пределами Москвы из Санкт-Петербурга. Какие тайны он хранит? Почему сегодня фасад и внутреннее убранство – это симбиоз стилей разных эпох? Почему правильно называть его императорским, а не путевым? Для кого из Романовых эта резиденция стала родным домом? Давайте детально посмотрим на некоторые факты и страницы истории одного из главных брендов Верхневолжья – Тверского императорского дворца. Наиболее посещаемая монархами резиденция среди других провинциальных городов. Гений места Тверского императорского дворца в том, что здесь останавливались все особо правящего дома – от Екатерины II до Александра II. И сегодня это выдающийся памятник русского зодчества. И закрепившееся с советских времен название «путевой» звучит не совсем корректно. Путевых дворцов достаточно много. Путевой дворец очень сильно отличается от дворца как такового. Это что такое? Пункты, которые отвечали за транзитное движение высочайшей особой по стране. То есть они дворцами назывались отличительно, потому что они были связаны с высочайшим именем. Императорский дворец – это здание в полном смысле слова «дворцов». По габаритам сопоставимо с известными резиденциями, допустим, в Академии Святой Петербурга. То есть это такой немножко дальний, немножко забытый родственник, но все-таки в семье императорских резиденций. Особое обаяние Тверскому дворцу придает многослойная архитектурная история. В сооружении проступают черты более ранней постройки – архиерейского дома, сгоревшего после пожара 1763 года. И в этом может убедиться любой посетитель картинной галереи. Самый наглядный архитектурный артефакт – искривленные коридоры. Архитекторы 18 века, они были вообще помешаны на таких четких, абсолютно правильных геометрических формах. И то, что здесь каким-то образом образовалась анфилада, которая переламывается, делает такое колено, и то, что внешняя стенка дворца с этой стороны тоже получилась выгнута, это не потому, что архитекторы строили тяп-ляп, а потому что им пришлось включить элементы более ранней постройки, и здесь мы это как раз наглядно видим. Еще один признак 17-го столетия виден невооруженным глазом западным крыле. Прямые стены и потолки дворца переходят в овальные своды, оставшиеся от палат владычного дома. Классический дворцовый комплекс не предполагает и подвальных помещений, однако здесь можно найти этот элемент, не характерный для екатерининской постройки. Предположительно, где-то на этом месте находилась архиерическая домовая церковь, построена во второй половине 17-го века, но на более ранних подклетах, то есть, что означает, что, возможно, мы здесь сталкиваемся с сооружением весьма и весьма почтенного возраста. Музейщики старые рассказывали, что там была белокаменная кладка, сейчас ее не видно. Во время раскопок перед реставрацией было обнаружено немало интерьерных находок, от фрагментов израстов фасадов до печей, которые обогревали как владычный двор, так и царские покои. Залом, кроме росписи, шпалер, архитектурной отделки, придавали еще и красивейшие израстовые печи, которые были выполнены в разном стиле. В разном стиле, вероятно, в разное время. Важно, что в процессе работ мы нашли остатки нескольких комплексов отопительных, которые относились к архиерейскому дому. Остатки этих печей находятся под полом помещений дворца. Было принято решение о том, что они будут законсервированы до какой-то новой реставрации. Фасад, внутренняя отделка и убранство дворца сегодня наследие трех выдающихся зодчих. Петра Никитина, который по указу Екатерины II выстроил резиденцию на манер позднего барокка. Карла Росси, привнесшего высокий классицизм и ампир. И Александра Рязанова со стилем Луи XVI. До наших дней сохранилась немало иконографии именно Рязановского периода, документов, фотографии, которые и были взяты за основу реставрации дворца. Александр Иванович Рязанов, когда он осуществлял свою реконструкцию последнюю, отдал дань уважения всем архитекторам. Петру Романовичу Никитину, поскольку мы видим парадный зал тех же границ, которые были когда-то и в архиерейском доме. Конечно же, мы видим здесь и воплощение идеи Карла Росси. А вот этих трех анфиладах, парадная анфилада, она была нарушена, когда здесь был область полком. Сейчас она восстановлена. В этом зале хоры, которые отделал Карл Иванович Росси. И, конечно же, окно, которое находится в аванзале. Но вензеле это уже, конечно, больше эпоха Александра Ивановича Рязанова. Дворец перестраивался, и он должен был жить современной тому времени жизнью. А в творческой биографии Росси искусствоведы даже выделяют особый тверской период с 1809 по 1813 годы. Тогда молодой зодчий обновил облик резиденции, видоизменил фасады и заново парадно отделал интерьеры. По его эскизам созданы и предметы внутреннего убранства, как и этот гарнитур, где сочетаются белая окраска дерева с золоченными резными фигурами мифологических персонажей. Карл Росси понимал, что сюда приедет жить великая княгиня Екатерина Павловна, и что она, любимая сестра императора Александра I, ему хотелось создать для нее комфортную обстановку. И он хотел, чтобы, находясь здесь, она чувствовала себя так же, как в Петербурге. Росси был настолько скрупулезный архитектор, что сделал все сам, и эскизы, вплоть до дверных ручек, вплоть до канделябров. Когда он создавал этот вот гарнитур, он делал это, безусловно, для нашего дворца. Мы считаем, что это первый гарнитур, который был предназначен для Тверского императорского дворца. Выполнялся он в мастерской Франца Гроссе, это поставщик императорского дома. Особенно ценно, что сегодня в Тверской картинной галерее представлена не только реставрированная, но и нетронутая мебель с оригинальной изношенной обивкой. Когда мы смотрим на эти кресла, мы ощущаем дух 19 века, второй половины 19 века, потому что тогда уже они были оббиты гобеленами. Карл Росси преображает и пространство дворцового сада. От скульптур, к сожалению, не осталось даже изображений, поэтому они воссозданы довольно условно. А вот максимально близки к историческим прототипам чугунные садовые кресла, диваны и столики. По сути, это реплика парковой мебели 1870-х годов, изготовленной петербургским чугунолитейным заводом Сан-Галли. Самым светски насыщенным периодом в истории дворца считается время правления Александра I, когда в Твери обосновалась его сестра Екатерина Павловна с мужем губернатором Георгом Альденбургским. Великая княгиня давала баллы и собрала вокруг себя своего рода дискуссионную площадку, литературно-политический салон. В лиловом кабинете в том числе бывал и Николай Карамзин, где он впервые прочитал главы истории государства российского. Именно в этом помещении собирались многие видные люди обеих столиц. Ценностью этой площадки было то, что либо мнения отсюда имели возможность донести до первого лица, либо первое лицо тоже неоднократно бывало здесь. Вот Николай Михайлович Карамзин литературными советствами пытался оформить эту платформу. Карамзин отстаивал самодержавие, Александр отстаивал и формы. Немой свидетель времени бронзовые часы 1809 года помнит не только выступления первых лиц, но и как княжна выходила отсюда на прогулку в сад буквально со второго этажа. Когда пришел Росси, первым делом он связал помещение дворца с зеленым массивом. То есть, во-первых, он открыл выход в парк, а второе – это то, что выйти в парк можно было непосредственно изнутой, их покоя Фиктиайна Пауна, то есть буквально со второго этажа. Большой пандус начинался там, двигался на протяжении этой дорожки, потом делал легкий перелом и соприкасался уже с почвой, примерно в том месте, где сейчас мы видим сфинксов. Этот пандус играл роль главного паркового павильона, но, к сожалению, в Великой Отечественной войне он не пережил. Во время оккупации Калинина были утрачены все исторические интерьеры памятника архитектуры. Уцелело лишь здание оранжереи. После пожаров от дворца остались одни голые закопченные стены. Например, в потолке парадного вестибюля зияла огромная дыра от снаряда, а часть гранитных колонн Тосканского ордера были разрушены. Эти две полностью утрачены и заменены копиями, остальные восстановлены. На них можно даже увидеть отголоски военного времени, например, такие следы заплатки. Но чудом пережили войну музейные экспонаты, предметы интерьера, мебель, картины. Дело в том, что фонды галереи были законсервированы для эвакуации в подвале церкви Вознесения, где часть экспозиции находилась со второй половины 30-х, когда здание дворца занял обл. исполком. В послевоенное время дворец восстанавливался несколько лет и в 60-х вновь передан музейным учреждением. И сегодня, пережив времена расцвета и упадка, Тверская резиденция – один из немногих не просто сохранившихся провинциальных императорских дворцов страны, но реконструированных и открытых для жителей и гостей столицы Верхневолжья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова